Ксения Царицына, жена самарского олигарха Алексея Шаповалова, призналась в инстаграм, что она укололась. То есть сделала прививку от коронавируса. Столько ажиотажа вокруг прививки. Много говорят, но делать боятся, пишет девушка. Сегодня ночью я проснулась от легкой лихорадки. Было то жарко, то холодно. И я не понимала, что происходит. Сил ноль, раздражительность. Причиной тому стало то, что я вчера поставила первую вакцину спутник Ви. Для меня ничего особенного в этом нет, так как это не первая моя вакцина от SARS. Полгода назад ставила китайскую Синофарм, и побочек вообще не было. Антитела держались полгода и не собирались падать. Но в связи со смертью от ковида мы решили перестраховаться и ревакцинироваться спутником. Судя по мировым отзывам, это самая мягкая и эффективная вакцина на сегодняшний день. После ревакцинации количество антител будет зашкаливать, поэтому многие врачи советуют через полгода делать ревакцинацию любой вакциной. К сожалению, в головах многих людей ещё сидит какой-то глупый страх перед вакцинами, но это выбор каждого. Для меня однодневное недомогание с повышением температуры не сравнится с огромным списком побочек после коронавируса или же с собственными похоронами. Выбор за вами. В паблике «Чёрный список Сызрань» пожаловались на пьяные компании, которые несколько дней подряд терроризируют местных жителей по ночам. Театр абсурда продолжается. Опять бессонная ночь за трёх часов ночи. Музыка, пьянка, рыгачка, общественный туалет и всё это в новом сквере по проспекту космонавтов напротив дом номер 5, пишет автор. Мало того, что вокруг всё обгадили, начали вырывать скамейки. Звонили в полицию три раза, никакой реакции. Видимо, всё в рамках закона, так как проезжающие сотрудники не придали никакого значения на пьяную толпу. Представляю, как это быдло офигевало от такой безнаказанности. Чтобы не быть голословным, предоставляю пару фоток. Не очень качественно и сделано ночью. Думаю, что даже по этим фотографиям видно мирно отдыхающих граждан.